Пример-министр, член правительства и секретарь правительства. И поэтому они могут выбить всю корею у оппозиции. То есть съесть их аргументы уже с первого выступления. Но это, конечно, мы все умеем делать, поэтому это относительное преимущество. Но у оппозиции, чтобы уравновесить это, тоже есть небольшое преимущество. Заметим, что правительство не может противоречить взятой общей линии. То есть если пример-министр сказал, что этот стол белый, то все остальные должны говорить, что этот стол белый, даже если он красный или черный. А вот в оппозиции второй и четвертый роли должны быть вместе, а шестой и восьмой могут противоречить второму и четвертому. И это создает небольшое равновесие в плане того, что оппозиция может выиграть за счет шестого и восьмого своего участника. Если они видят, что правительство выделило всю линию аргументации у оппозиции, они могут внедрить новую линию и тем самым продолжить новую введенную линию в своем госту, так скажем. Начнем мы дальше с того, как играть. Ну, как уже понятно, по номеру роли 1, 2, 3, 4 вы также и выступаете. Выступаете вы примерно по 5 минут, об этом чуть попозже. Первым выступает пример-министр. Что он должен сделать? Для того, чтобы это понять, мы с вами перейдем к такой схеме, как там. Ангельский вариант это... Вот здесь, да, и мне кажется, по-разному. Сейчас рассчитываю этот тезис, аргумент, пример, решение или результат. По-разному это интерпретируют. Ангельский это тот самый тезис, аргумент, пример, решение или результат, или решение. Здесь вы должны понять, что пример-министр это тот человек, который отвечает за тезис. За тезисную гераль. Сейчас чуть более подробно поговорим о каждой аббреватуре, но пока что запомню, что пример-министр отвечает за тезис. Дальше у нас идет его заместитель, который отвечает за аргументы. Аргументы это святая святых нашего заместителя. Дальше мы переходим к члену украинства. Он отвечает за примеры. И лишь потом у нас есть результат, либо решение проблемы. И здесь сразу сделаем несколько вводных. Тезис. Что такое тезис по-вашему? Кто здесь гнет? Установку и проблему. Проблему и тему. В принципе, вы оба правы. Тезис это небольшое утверждение, которое вы вводите изначально. Предположим, мы бы выступали на тему, это правительство считает, что нужно ввести войска в Нигерию. Ну, предположим, и выступали бы мы со стороны английского правительства. Что бы сделал пример-министр? Он бы сказал, что мы считаем, что нужно ввести войска в Нигерию, потому что... и аргументировал. Это будет ваш тезис. Духовная, либо еще какие-нибудь, которые вы сможете найти. И именно на них вы должны строить свой тезис. Далее переходим мы к аргументации. Аргументация и пример. Вот здесь все путаются. Аргумент-пример. Для вас это примерно то же самое, да, синонимичные высказывания. Ну, кому-то так считается. Но чем отличаются аргументы от примера? Пример это конкретный факт. Это то, что произошло. Аргумент это продолжение тезиса, так скажем. Это тоже часть утверждения, но уже подкрепленное каким-нибудь событием, но не фактом. И как раз таки за аргументацию у нас отвечает заместитель премьер-министра. Самая сложная роль, по мнению всех экспертов, это заместитель премьер-министра и две роли секретаря. Почему, я о том расскажу чуть позже. Дальше мы переходим к примерам. Как раз таки член правительства, он должен уже четко выставлять примеры. Там-то случилось то-то, то-то. Либо какие-то четкие цифры, либо какие-то четкие данные по каким-то событиям. Это конкретно взятый пример, который подтверждает ваш аргумент, который согласуется с тезисом. И самая сложная роль, это роль секретаря. Почему? Потому что ему запрещено вводить новые аргументы. Если вот здесь мы вводим новый аргумент, их может быть по трех. Здесь мы можем подкреплять эти аргументы примерами, их может быть каждому из этих по три. А секретарь ничего нового не имеет права вводить ни аргументов, ни примеров. Он должен просто заключить все, что было сказано. То есть заключить все, что было сказано до него и показать, почему его команда была лучше, чем противоположная команда. Секретаря по-другому еще называют предвзятый судья. Потому что он, как судья, анализирует все роли, рассказывает, почему их позиция была лучше той и пытается доказать судье, сделав его работу, что они были лучше. И здесь сделаем сразу небольшую оговорочку. Это все касательно правительства. Теперь перейдем к оппозиции. Та же самая схема, но за исключением того, что первый выступающий, то есть лидер оппозиции, он сначала должен опровергнуть вот этот тезис, а уже потом вводить свой новый тезис. То есть перетягивать одеяло на себя. Затем идет его заместитель. Конечно же заместитель, например, одеяло попытается вернуть одеяло на себя, но его задача снова перетянуть весь ход события на себя. Затем идут члены правительства и члены оппозиции. Они только по той же самой схеме должны перетянуть, а уже вот здесь, вот эти два человека, должны работать над судью. То есть доказать судье, что их сторона была более сильна в этих дебатах. Именно по такой схеме, в принципе, происходит дебатирование. Иногда эксперты сравнивают это с неким делем. То есть наши корни, так скажем, это наш фундамент, на котором мы держимся. Это наш лидер оппозиции, либо премьер-министр. Потом идет, в принципе, общая линия повествования. Это как раз-таки наши аргументы. И как у некоторых видов деревьев ствол может немножко местами расходиться, сплетаться. И это не страшно. Затем идет у нас как раз-таки часть примеров. Это как раз-таки наши ветки. А вот цветение нам дает как раз-таки секретарь. Это наши листья. Он ничего нового в это дерево не добавляет. Он просто украшает это дерево тем, что он показывает, что вот эта вся часть работала не зря.